МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. За день до игры с Челябинским трактором клуб подписал контракт с новым главным тренером. Им стал Сергей Александрович Светлов, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР. Хабаровские болельщики Светлова знают, в сезоне 2010-2011 он уже работал главным тренером Амура. А с 2018 года специалист возглавлял Приморский адмирал. Так что дальневосточную специфику этот наставник хорошо знает. Новый тренер Сильдов присоединился в команде уже в поездке. Первую тренировку Сергей Светлов провел на арене Челябинского трактора. А первое командное собрание с новым главным тренером прошло в гостевой раздевалке. Поставить себе цель, сыграли игру, выиграли, дальше готовимся. Проиграли, поанализировали, вы отдыхаете, вы готовитесь. Мы будем думать о других задачах, как с тренером выиграть. В остальном тренерский штаб Амура остался без изменений. Помогать Сергею Светлову также будут Павел Таргаев, Александр Юдин и Олег Хилимонов. «Тигры» продолжают свое выездное турне. И сегодня они попробуют набрать очки в Нижнем Новгороде в матче с «Торпедо». Помочь Амуру в этом, наконец, должны чешские легионеры. Все трое, братья Загорный и Доминик Машин, уже прибыли в расположение команды и готовы выйти на лед. Пока чехи были в Хабаровске, мы успели немного познакомиться с новичком «Тигров» с защитником Домиником Машином. До Хабаровска Доминик Машин добирался не один, а в компании братьев Загорный. Прага, Амстердам, Стамбул, Москва и только потом Хабаровск. Такой маршрут пришлось преодолеть чешским игрокам Амура, чтобы, наконец, воссоединиться со своей командой. Это действительно был достаточно тяжелый перелет, но ничего критичного. Сейчас отдохнем и будем готовиться к матчам. Честно говоря, для меня это новый опыт. Я пока не знаю, как быстро останавливаться после таких длительных перелетов, но будем учиться. В принципе, если это будет перелет Москва-Хабаровск, то не сильно страшно. А вот предыдущий день, когда был Амстердам и Стамбул, это, конечно, тяжело. Путь в новую лигу, а для Машины этот сезон дебютный в КХЛ, был длинным во всех отношениях. Из-за длительного оформления необходимых документов первые игры сезона защитнику пришлось пропустить. У меня, в принципе, были полноценные тренировки. Каждый день зал, лед с чешскими НХЛ-овцами, а летом моими партнерами были и те чехи, которые выступают в КХЛ. Поэтому, можно сказать, мы готовились к сезону в полноформатном режиме. Доминику Машину 24 года. И последние четыре сезона он провел в Американской хоккейной лиге в составе фарм-клуба «Тампы Бэй Лайтнинг». Статистика прошлого чемпионата – 58 игр и 16 очков. Статистика вроде неплохая. Знаем также, что они вроде как очень хорошо дружат с нашими чехами, которые особенно с Йорданом, насколько мне помнится. И я думаю, что он должен влиться как раз в нужном ключе с братьями Загорными. Перспективный – самое главное. А то, что у нас пятый чех в команде, это значит, что ему будет намного проще, скорее всего, влиться в коллектив, в команду. Потому что, ну, собственно говоря, чешская диаспора, она не даст ему выпасть как-то из-за боя. Прежде всего, я сконцентрирован на обороне. Моя главная задача – это надежные действия в своей зоне, а после этого – помощь в атаке. Можно сказать, что я разносторонний защитник. Если происходит какая-то ситуация на льду, кто-то из соперников ведет группу по отношению к моему партнеру. Я, конечно, не задумываясь, вмешаюсь и могу подраться. Но, честно говоря, я этого не люблю. Есть в послужном списке машина и игры за молодежную сборную. Всего за национальную команду своей страны он провел 64 матча. Серьезный игровой опыт, уверен новичок Амура, поможет ему адаптироваться в новой виге. Я готов к конкуренции в составе. Я привык к ней. Я играл за океаном. Там вообще слабых нет. Если говорить о моих целях, то я должен стать лучшей версией себя. Показать свой лучший хоккей. А дальше уже решение за тренерским штабом. Где и как меня использовать. Главное – я хочу максимально помочь команде. А вот другой чешский защитник Амура Михаил Йордан по-прежнему не может принять участие в официальных матчах. Сейчас он в Хабаровске восстанавливается после болезни. А теперь о прекрасном. А именно о логотипе Хабаровского клуба. В этом году Тигр на форме Амура отметил свое шестилетие. Его создатель – известный российский графический дизайнер, арт-директор студии Кубертен Михаил Антипин. В КХЛ его имя широко известно. Команда Антипина, например, работала над оформлением двух матчей звезд КХЛ. А также создавала логотипы для многих команд лиги. Михаил, здравствуйте. Хорошо. Клиенты вашей студии – клубы КХЛ, ВХЛ, профессиональные футбольные, волейбольные и даже гандбольные команды. А над каким проектом работаете сейчас, если не секрет? Совсем недавно у нас был сезон релизов. Перед стартом сезона хоккейного, например, мы работали в этом году с московским «Динамо». Мы сделали форму и развили фирменный стиль. Достаточно широко его обновили. Кроме того, мы работали со «Спартаком». Сделали тоже форму. Достаточно много комплектов формы. И, в принципе, все вроде довольны. Тоже надеюсь, что продолжим какое-то сотрудничество. В этом году мы впервые работали с «Авангардом», и мы тоже сделали новую форму. И я тоже рассчитываю, что мы продолжим сотрудничество. Может быть, даже в этом сезоне, потому что «Авангард» как раз в этом сезоне у них юбилейный для клуба – 70 лет. Ну и, конечно же, «Трактор». «Трактор» – это, наверное, такой флагман этого сезона нашей студии, потому что форма – это неплохо, но все-таки сделать ребрендинг для целого иконы региона – это гораздо серьезнее. И это такой масштабный, самый масштабный проект этого межсезонья для нас. В последнее время в логотипах стали часто использовать буквы. Взять хотя бы «Ювентус», который решился сменить привычный герб для болельщиков на литеру. Вот это сейчас модно? Буква – это совсем новый тренд для спорта. Это как раз, наверное, привил «Ювентус». В принципе, исторически, да, были какие-то клубы, например, «Динамо» или «Торпедо», где были какие-то буквы. Но в последнее время, и вот как раз новейшая история отечественного хоккея – это в основном такая тема с москотами. Она как раз пришла из Северной Америки и до сих пор неплохо себя проявляет, показывает. Москоты все-таки по-кредше стоят на ногах, чем ликеры. В спортивном мире действительно много зверей взять хотя бы нашего «Тигра». Кстати, когда только появился логотип «Амура», его признали лучшим. Канадские журналисты, лучшим в мире, это было впервые для российского клуба. А почему решили взять за основу именно «Тигра»? Мне казалось, что будет правильнее работать с «Тигром», потому что, во-первых, «Тигра» нет в КХЛ и пока еще нет и не было. И это был такой эксклюзивный зверь, его можно было использовать и стоило использовать, потому что «Медведя» уже было много. Был «Медвежчак», был «Ярославский локомотив», был «Чалявинский трактор», где тоже «Медведь». И, в общем, достаточно много «Медведей». И это такой, несмотря на то, что у Хабаровска «Ямалайский медведь», все-таки какой-то уникальный, но, тем не менее, это «Медведь», и «Медведей» было достаточно много. Нужно было, мне кажется, что-то изменить. Например, «Тигров» не было, и мне кажется, это очень здорово. И там вообще была очень сложная история, это было не так все просто, потому что параллельно в 2013 году я еще работал с «Адмиралом» и подключился к этому проекту, когда уже были какие-то предварительные логотипы. И если вы помните, то первый логотип, он был щит, якорь, и все было черно-оранжево. Да, и они, конечно, тоже хотели как-то, в какой-то мере, использовать, наверное, «Тигра». То есть, получается, вы убедили руководство «Адмирала» отказаться от черно-оранжевых цветов и не брать логотип «Тигра»? Само название, идеология, оно говорило про что-то морское, и «Тигр» там был не совсем к месту, а «Амур», напротив, речная тема, и «Синий» был бы вроде как к месту, но из-за того, что в отечественном спорте было достаточно много в то время засилия сине-бело-красных цветов какого-то, вот, например, уже там условно «Магнитка» была сине-бело, «Динамо», «Московское сине-бело», «Динамо Минска», в общем, очень много, «Медвежчак» тот же. Было бы здорово как раз использовать черно-оранжевое сочетание для «Амура», «Амурский тигр», это все близко. Да, оба региона Дальневосточная используют свои геральники и очень, как бы, ценят, котируют Дальневосточного тигра, но просто из-за того, что «Адмиралу» поделал все эти цвета, «Синий-белый» и сама идеология подталкивала на морскую тему, то нужно было им поменяться, и я очень доволен тем, что это все-таки удалось сделать, хотя это было сделать очень сложно. Ну, вы определенно не зря боролись, черный комплект формы очень нравится и нравился хабаровским болельщикам, правда, пока его не используют. Вы, кстати, буквально в позапрошлом году делали черную форму для дивизиона Тарасова на матче звезд в Казани, и для Йокерита вы тоже создавали черную форму. То есть вам нравится черный, да? Сейчас черных форм достаточно много, и это не очень хорошо для лиги, когда какой-то цвет прям превалирует у всех. Когда мы делали вот эту форму амурскую, черный комплект был первым основным, а оранжевая была альтернатива, и мы очень долго как раз работали в направлении того, чтобы сместить акценты и сделать оранжевую форму основной, потому что я считаю, что это правильно, она более яркая, более такие сочные кадры, трансляция становится более интересной. Может быть, за счет какой-то яркой формы хайлайты дня или еще что-то нарезочки попадают в какие-то заставки на КХЛ, ТВ. А черная форма, она вообще у нас есть небольшая проблема. Может быть, у нас не самое качественное освещение, не самое качественное трансляции, и черная форма в общих планах трансляции, она смотрится просто черными комочками. Гораздо приятнее смотреть трансляции, где есть такие яркие цвета. Мне кажется, оранжевая форма для амура это самое то. Я знаю, что лого амура успели полюбить не только хабаровские болельщики, но и совсем далекие от спорта организации. Некоторые его откровенно копируют, используют в своих целях. Вот что вы об этом думаете? У амура достаточно популярный логотип, его часто копируют. И некоторые копии я сам нахожу, иногда мне кто-то присылает. Очень большой спектр. В моей коллекции есть, например, фотография машины черпок, где на двери как раз логотип амура. Ребята из Буду Пешта не одни. Несколько человек присылало мне, что там есть какой-то стрип-клуб, который тоже оформляет свои вечеринки в стиле амура. И там фигурирует логотип амура. Коллега из моей студии, он отдыхал в Турции, и его девушка летала на параплане. И когда она снимала на ВУПРО, там видно как раз на парашюте тоже логотип амура. Но все, видимо, очень котируют логотип амура. И мне очень приятно. Это лучше по хвалам, когда твой логотип уходит в народ. Это очень круто. Понятно, что свободного времени в вашей работе немного, но все-таки удается следить за матчами амура? Не сказать, что прямо смотрю все, но периодически, как раз из-за того, что это может быть иногда удобно, игры получаются утренние. Я смотрю часть игр. Особенно мне нравится смотреть выходной день, потому что просыпаюсь, в Москве 10, и можно из кровати посмотреть какие-то матчи. Однажды я был в Хабаровске, прилетал, и в арене тоже очень прикольно посмотреть. В общем, желаю амуру всяческих побед. И в этом году, я надеюсь, попадания в плей-офф. А когда были последний раз в Хабаровске? На какой игре? Клуб пригласил меня на первую игру. Это было как раз дерби «Адмирал Амур». И было прикольно, что «Адмирал» играл с моим логотипом, уже сезон отыграл, и вот только свеженький амур. И в той игре Амур победил. Очень было такое хорошее настроение поднято у всех. И вообще, очень здорово провел время в Хабаровске. Хотелось бы при жизни увидеть чемпионство Амура. И это действительно так. Я действительно хотел бы посмотреть, как Амур выигрывает кубок. Надеюсь, застану этот счастливый момент при жизни. И мы все очень на это надеемся. Михаил, спасибо и до свидания. На сегодня это все. Сразу после Нижнего Новгорода хоккеисты Амура отправятся в Москву, где завершат выезд игрой со «Спартаком». А что из этого выйдет, расскажем через неделю. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова